приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня традиционная дегустация дегустируем сыр кротен как вы помните если вы смотрели наше видео приготовление а если не помните можете посмотреть ссылку я размещу в описании этого ролика мы готовили два вида сыра кротен один из козьего молока вот он и второй из коровьего молока вот он в первую очередь сейчас хочу показать сырочки крупным планом рассказать о визуальной разнице о том как они созревали и после этого разрежем их посмотрим на разрез и попробуем мы не специально сделали так квадратные круглые просто у нас не хватало круглых форм но это посмотрите как выглядит козий кротен сразу же расскажу про отличие изначально в процессе созревания он был значительно более твердый и сам сгусток при приготовлении был более твердый но вот сырок оброс хорошей коркой плесени помимо этого под вот этой вот пушистой плесенью появилась такая ощутимая плотная корочка давайте посмотрим на коровьей вот так вот выглядит плесень и сам сыр по своей плотности немножко помягче то есть козий значительно более плотный но плесень выросла и там и там практически одновременно вообще его надо было через две недели дегустировать но мы не успевали снять видео поэтому немножко на три на четыре дня это дело затянули теперь давайте посмотрим на кротены в разрезе козий плотная структура и хорошая корочка сейчас я разрежу коровьей а потом покажу разрез очень крупным планом фактически то же самое то есть имеем точно такой же результат сама структура сыра но изгусток отличался то есть как видно козий более белый коровьей более желтый давайте посмотрим на крупный план корочка у козьего сыра получилось немножко толще вот так вот визуально но и сам сырок толще так как был плотный сгусток он меньше осел форме ложили мы форму помещали форму извините заложили одинаковое количество сгустка сгустка и вот видите насколько коровий миллиметров на 5 тоньше получился чем козий ну что ж друзья давайте пробовать отрежу себе по кусочку и хочу сравнить начну наверно с коровьего супер очень вкусно вообще потрясающий сыр аромат вот который присущ при присущ всем сыром с плесенью присутствует консистенция сыра такая немножко маслянистая вот мне кажется его можно на хлеб намазать но сам по себе кротен он не должен созревать так как созревает командир допустим до такой пастообразной даже вот до состояния сгущенки грубо говоря он именно вот такой вот сыр с коротким сроком созревания структура главное чтобы она не была творожистая была маслянистая а по вкусу вообще это бомба ну не козий козий немножко плотнее но тоже структура у него не творожистая вот такая вот как ну я не знаю как подмершее масло наверно или как мягкий скорее всего как мягкий сыр менее выражен более выражен вкус козьего молока сыр более ароматные но привкусы которая дает белая плесень выражены значительно меньше очень приятное послевкусие козьего сыра вообще потрясно он друзья я даже не знаю не могу сказать какой лучше крови мягче он однозначно мягче нежнее козий с более приятным послевкусием с более нежным вот коровьего более резкий вкус у козьего более нежный но классически этот сыр делается из козьего молока и тот и тот потрясающий я не могу сказать что один лучше один хуже все дело в том что у нас достаточно дорогое молоко особенно козье то есть если коровье молоко мы покупаем по 15 гривен за литр то козье мы покупаем по 40 гривен за литр поэтому конечно делать козье сыры достаточно достаточно дорого обходится но мы будем продолжать экспериментировать я думаю в ближайшее время будет еще несколько рецептов сыра который мы уже делали из коровьего молока мы повторим его из козьего особенно мне хочется сделать из козьего молока сыр с большими глазками с пропионово кислыми бактериями не очень интересная такой сыр пробовал во франции пробовал в италии и вот мне интересно воспроизвести его дома что касается наших кротенов друзья как видите рецепт годный сыр вызрел правильно значит еще раз по поводу вызревания смотрите какая конструкция давайте это сейчас сниму аккуратненько дренажный коврик под ним решетка которая не стоит на дне контейнера а поднята над уровнем дня на контейнер для того чтобы была вентиляция и вот в такой вот системе под крышкой вызревают кротены вызревает при температуре 10 11 градусов при влажности 75 75 80 процентов у нас установлена влажность но при закрытой крышке если внутри под крышкой образовывается конденсат а значит крышку при открываем конденсат протираем если вдруг на сыре у нас где-то был на одной головочке я вот не помню на какой вот чуть-чуть начала появляться голубая плесень это не страшно это нормально но от этого надо уходить если по чуть-чуть начинает прорастать голубая плесень значит очень высокая влажность тогда чуть больше при открываем крышку и таким образом контролируем этот процесс то есть уменьшаем влажность как в контейнере вот и все премудрости друзья немножко немножко стараний две недели и вы получите потрясающий сыр но он действительно очень классный сейчас эти две головки под бутылочку домашнего вина заменят нам хороший семейный ужин с ларисой поэтому друзья делайте кротен не покупайте в магазине всякую дрянь я вас призываю и мы для себя определили что чем больше людей чем больше людей чем больше зрителей нашего канала начнут делать сами сыр а это зависит только от того насколько доступно мы объясняем насколько правильно мы объясняем насколько быстро у вас с первого раза получится тот или иной сыр сделать так вот чем больше людей сделают этот сыр и перестанут покупать его в магазине и колбасу тоже тем мы с ларисой будем счастливее поэтому делайте кротен сыр очень классный как из коровьего так и из козьего молока если вы не смотрели рецепт смотрите в описании сыр делается достаточно просто никакой мороки но действительно делается очень просто напомню все ингредиенты в украине можно купить по отдельности не набором а именно по отдельности отдельно плесневую культуру отдельно закваску отдельно фермент и вообще все для сыроделия в интернет-магазине сырок комьюа очень классный интернет-магазин я его рекомендую кстати ну мне нравится как работают плесени потому что до этого мы покупали допустим сейчас у нас вызревает несколько сыров с голубой плесенью пенициллином рокфорти до этого у нас были проблемы мы покупали в других интернет-магазинах была плохая ну плохого качества была культура сейчас плесень растет идеально то же самое могу сказать по поводу пропионокислых бактерий все предыдущие наши опыты с пропионокислыми бактериями которые образуют большие глазки в сыре оказывались заканчивались фиаско потому что бактерии были не жизнеспособные сейчас растет срок на пропионокислых бактериях купленных в интернет-магазине сорок точка ком точка его ну я просто рекомендую этот магазин потому что действительно человек и вот ну я до этого рекомендовал другой интернет-магазин все было нормально первое время потом видать пошли прибыли люди начали по-другому относиться к своему делу и все испортилось этот интернет-магазин новый но я надеюсь что он и останется таким же таким же скрупулезным подход у этих людей ну в общем пока нам все нравится друзья подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх делитесь нашим видео потому что нам очень важно чтобы наше видео увидела как можно больше людей и как можно больше людей начала варить сыр колбасы готовить самостоятельно а не покупать всякую дрянь в магазине а мы с ларисой будем снимать для вас новые интересные видео всего доброго пока